У нее были кровоизлияния глаз, крен головы, бок, судорожные приступы. Малышка Сури попала в руки ветеринара в плачевном состоянии. Черепно-мозговая травма, поврежденная шея, постоянные судороги. Суриката нашли в подъезде, в коробке, заклеенной скотчем, рассказывает ветврач Анна Зотова. Пушистого зверька обнаружили две девушки. Они и принесли его в ветклинику, истощенную и обезвоженную. Врачи боролись за жизнь самки Суриката, но девушки забирать животное себе не решились. Не оставили ее на стационар на лечение. Мы ее обследовали. Но, как выяснилось, у девушек не было возможности ее содержать и лечить. Поэтому часть денег за лечение они оплатили. Остальное все мы взяли просто на себя. И, соответственно, с тех пор Сури у нас поселилась. Несколько месяцев она у нас находится сейчас в клинике. Сури живет в ветклинике три месяца. Ее здоровье уже в норме. Реабилитацию она прошла, говорят специалисты. Поэтому она веселит врачей и посетителей клиники. Но это пока. Скоро зверек переедет в новую семью, где уже живет Сурикат-мальчик. Забрать Сури пока планируют только на время. А если два зверька подружатся, то, конечно, она останется там навсегда. Ведь Сурикаты – животные семейные, говорят специалисты роя в ручья. В зоопарке, к слову, есть девочка-сурикат, от которой отказались ее родители. Поэтому она считает, что сотрудники зоопарка ее семья от других сурикатов категорически не принимает. Однако, несмотря на милую внешность пушистого зверька, назвать его домашним питомцем сложно. То есть я у нее, да, мама, которая у нас слушается, которая на ней кусает. Все остальные для нее – это действительно какая-то потенциальная опасность. Несмотря на то, что вот она такая вроде милашка, да, контактная, это животное все равно хищник. Дело в том, что и особый рацион необходим. Посмотрите, какие большие длинные когти, которые тоже необходимо учитывать в содержании в домашних условиях, чревато тем, что будет испорчена мебель, будут испорчены те же самые обои, стены, плинтусы. Эксперты говорят, красноярцы все чаще заводят дома экзотических животных. И чаще совсем не думают, а что с ними будет дальше. Взяли маленькую симпатичную игрушку, а игрушка выросла. Также вырастают красноухие черепахи, также вырастает огромное количество других миленьких, забавных существ. И оказывается, что не так все с ними здорово. Ну и, увы, часто. Ну, в лучшем случае пытаются отдать в зоопарк. К сожалению, мы всех вместить не можем. И вот, ну, может быть, неприятная подробность, да, но когда мы чистили наш пруд в зоопарке, там было обнаружено огромное количество панцирей, красноухих черепах. То есть мы не взяли, втихую занесли в кармане, пытались подбросить. Зима, холода, все, животное погибло. С января в России действует запрет на содержание экзотических животных дома. Документ составлял Минприроды страны с учетом мнения зоозащитников. В списке 33 отряда животных, их объединили 8 классов. Под запрет, например, попадают кобры, морские змеи, гадюки, ядовитые пауки, львы, крокодилы. Сурикатов в этом списке нет. Однако зоологи и ветврачи говорят, что напрасно и просят людей, которые хотят купить дикого зверя, хорошенько подумать. Квартира в любом случае – это неестественные условия для них. И они, во-первых, все время будут жить в стрессе, а во-вторых, от таких животных можно ожидать чего угодно. Виктория Столярова, Александр Тропин, Новости ТВК.